22 июня на заседании областного парламента депутаты рассмотрели более 60 вопросов. Главными темами стали отчеты о результатах управления госсобственностью, исполнения бюджета за 2021 год. Депутаты также проголосовали по вопросу изменения в региональный закон о регулировании земельных отношений. Обновленный закон позволит повысить эффективность реализации инвестиционных проектов. Предложения даны по 2002 году, как нужно отработать с имуществом, потому что все эти законопроекты между собой взаимовязаны. Если мы видим по бюджету рост в 10 миллиардов в сравнении с 2020 годом, этот рост мог бы быть больше, если бы все имущество в Ульяновской области было оформлено. Сейчас новое министерство с новым руководством как раз и занимается этим вопросом. Что касается самой структуры областного бюджета, есть изменения в лучшую сторону. В структуре бюджета на 2% увеличился налог на прибыль. Это не говорит о том, что мы их меньше получим. Это говорит о том, что структуры начинают выравниваться. Потому что первое место в любом случае должно занимать налог на прибыль. Второе – ДФЛ, а третье – акцизы. У нас чуть-чуть есть перекосы, у нас акцизы занимают первое место. Парламентарии также вынесли на голосование проект закона Ульяновской области об утверждении отчета о результатах приватизации государственного имущества за 2021 год. Изменения презентовал Михаил Додин, министр имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области. Доходы о сдаче в аренду имущества, составляющих казну субъекта, то есть Ульяновской области, составил 3 миллиона 86 тысяч, что составляет 73,5 от запланированного. Доходы о сдаче в аренду имущества, находящихся в оперативном управлении, составило 3 миллиона 245 тысяч 200 рублей, что превысило на 18,5 процентов от запланированных. Доходы от получения в виде аренды платы, находящихся в собственности субъектов федерации и связанные от продажи права на заключение договоров о аренде на землю, составил 29 миллионов 643 тысячи 300 рублей, что тоже превысило на 85,3 процента. Прибыль от дивидендов получили 5 миллионов 610 тысяч рублей. Это превысило плановые показатели в 4,5 раза. Изначально от дивидендов не ожидали большой прибыли. Доходы от продажи земельных участков в собственности региона составили более 11 миллионов рублей. Что касается доходов от реализации другого движимого имущества, по ним не состоялось 11 торгов из-за сильной изношенности транспортных средств. На заседании также был принят в двух чтениях закон Ульяновской области об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2021 год. В сравнении с 2020 годом объем доходов увеличился на 1 миллиард 908,1 миллион рублей или на 11,7 процентов. В соответствии с утвержденным бюджетом в 2021 году в фонд поступали субвенции из федерального бюджета обязательного медицинского страхования, межбюджетные трансферты из федерального бюджета, из бюджета федерального фонда, из областного бюджета поступали межбюджетные трансферты. Заседание областного парламента совпало с Днем памяти и скорби, приуроченному к первому дню начала Великой Отечественной войны. Депутаты законодательного собрания присоединились к общероссийской минуте молчания, почти в память героев и мирного населения, погибших в войне 1941-1945 годов. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.